МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куротка о последних событиях Могилёва. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители дипмиссии 26 стран посетили Могилёв. Встреча с руководством области прошла в формате без галстуков. Сначала дипломаты посетили в областном центре Площадь Славы, а затем им показали фильм-презентацию Могилёвской области и пригласили осенью на 8-й международный Могилёвский инвестиционный форум «Мельница успеха». В Могилёве в разряд арендного жилья с 1 июля перешли почти 5000 квартир. Пока они приватизированы, но проходящими техническую часть процесса приватизации остаются менее 2000 квартир. А вот окончательно утратили право приватизировать жильё в областном центре плательщики по 2600 лицевым счетам. Теперь могилёвчане должны заключить договор с Кубжировой района, где расположена квартира, и на адрес будет приходить отдельная квитанция на оплату аренды. На работу в учреждении здравоохранения Могилёва в этом году придут почти полторы сотни молодых медиков. Сегодня укомплектованность кадров по разным специальностям составляет от 60 до 100%. Особенно актуальны вопросы с участковыми врачами-педиатрами. Стало известно, в каком порядке будут выступать участники национального отборочного тура детского конкурса «Песни Евровидения-2016» в финальном галоконцерте. Так, Маша Могильная выступает под первым номером, Лена Титова исполнит свою песню под третьим номером, а Оля Коновалова вытянула девятый номер. Сейчас лето, и многие могилевчане и могилевчанки из душного транспорта пересели на велосипед. А что, транспорт экологичный, экономичный, да и так быстрее, чем пешком? Сегодня мы проведем наш эксперимент и узнаем, каков он Могилёв велосипедный. В нашем эксперименте мы проедем от микрорайона Казимировка до нашей студии телевидения. Это Первомайская, 83. Общая протяженность маршрута – порядка 7 километров. Посмотрим, сколько времени займет вся поездка и с какими трудностями мне придется столкнуться. Сейчас 9.15, и мы стартуем. Первая часть нашего маршрута проходит по велодорожке, которая соединяет спальные микрорайоны «Спутник» и «Казимировку». Ее протяженность чуть более двух километров. Дорожка современная, имеет в ночное время освещение, и асфальтное покрытие соответствует европейским стандартам. Мы добрались до микрорайона «Спутник», и здесь этот тротуар нам придется делить с пешеходами. Нужно быть очень осторожным. Куда уже быстрее-то? А если я в столб врежусь? Первые проблемы, а именно столбы, начинаются здесь, на улице Якубовского. А узкий тротуар на некоторых участках маршрута вынуждает ехать по газону. Кто-то говорит, что чего ты здесь едешь, когда у нас есть дорожки. А где дорожки? Только в Казимировке и в центре города. Надо больше дорожек. Ну, пешеходы не всегда к нам лояльно относятся, потому что иногда бывает так достаточно... Ну, группа с нами охотится, потому что все-таки говорят, что ребята, вы нам мешаете. Чего бы вы хотели пожелать Могилеву велосипедному? Наверное, я бы хотел пожелать больше велосипедной дорожки. Кстати, еще одна велодорожка должна появиться в Могилеве в октябре этого года. С площади Арджинкидзе до Пушкинского моста будет велодорожка, и после моста будет до проспекта Пушкина велодорожка. Будет ли она соединена, еще вопрос открыт. Остальная часть моего маршрута прошла достаточно гладко, за исключением подземного перехода. Здесь пришлось повозиться. До студии остается несколько сотен метров. У меня сломался велосипед. Я так полагаю, слетела цель. Последние 500 метров мы преодолели пешком. Итак, на весь путь вместе с остановками у нас ушло около часа. Думаю, в интенсивном темпе тот же маршрут можно преодолеть за 35-40 минут. Из сложностей на пути уже названы узкие тротуары, столбы и подземный переход. Пандусы были очень крутыми. А в общем, велопрогулка мне понравилась. Прекрасная альтернатива пешим прогулкам и уж тем более городскому автотранспорту. Изучайте Могилев велосипедный вместе с нами и не забывайте о правилах дорожного движения. Этот компактный микрорайон расположился на восточной окраине Могилева, рядом с поселком Половинный Лог в пойме Днепра. Он до сих пор не имеет официального названия. Могилевчане окрестили его техноприбор по названию расположенного рядом предприятия. Когда-то этот завод имел всесоюзное значение и самое мудреное в могилевской истории название. Причем как полное, так и сокращенное. Аббревиатура звучала МЗУПИ. Полное название Могилевский завод устройств по подготовке первичной информации. Техноприбор долгое время выпускал довольно сложные электронные приборы и комплексы, контрольно-измерительные, диагностические и даже промышленные роботы. Совсем недавно техноприбор изменил свой статус. Его присоединили к могилевскому предприятию Ольса, которое старожилы помнят как кроватный завод. Что касается самого микрорайона, то он имеет совершенно особый внешний вид и положение. Возведен на абсолютно ровной площадке в десятых гектаров и при этом находится на довольно высоком месте. Первые дома на микрорайоне появились в конце 70-х, начале 80-х прошлого века. Их новоселами стали работники трех могилевских предприятий «Зенита», «Техноприбора», «Электродвигателя». И одним из первых было построено общежитие, которое расположено по адресу Гришина, 102. Кроме него здесь еще имеются жилые дома и ряд других общежитий. Порядка 20 домов в целом здесь на микрорайоне. Часть из них обслуживается нашей организацией, часть частными эксплуатирующими организациями. На микрорайоне у нас тут проживает более 5000 населения. Могилевские зодчи смогли в полной мере оценить и использовать здесь и природные, и градостроительные особенности. Малоэтажное на микрорайоне только здание социально-бытового назначения, детские садики, магазины и заводской спорткомплекс. Все жилые дома и общежития малосемейки имеют высоту 9-10 этажей. Благодаря грамотному градостроительному планированию микрорайон полностью защищен от всех ветру. В этом небольшом по нынешним меркам заводском спорткомплексе в советские времена проходили все союзные и даже международные соревнования по волейболу. Наш район очень удобен для проживания молодых семей с детками. Здесь рядом находится детский сад, школа, очень много магазинов у нас, аптеки. Очень тихо, спокойно. Поменяли бы на центры, если бы предложили? Знаете, нет. Я предпочитаю тишину. Здесь достаточно комфортно, удобно, очень много зелени. Так что нет, наверное, нет. Здесь прекрасный вид на Днепр. Вот если зайти за дома, вы просто не представляете, как здесь красиво. Здесь столько много зелени, аллеек зеленых, спокойно. Мы как бы друг друга здесь все знаем и живем одной семьей. Даже мы приходим в магазины и здороваемся друг с другом, потому что, ну, как бы район небольшой, такой комфортный, уютный, красивый. Со всех сторон это место выглядит очень привлекательно, особенно со стороны Днепра и даже из-за Днепровья. Так что если вы живете на микрорайоне с неофициальным названием «Техноприбор», знайте, вы живете в одном из самых красивых и приметных в городе мест. Представьте себе такую ситуацию. Вы приходите в магазин, платите за товар, получаете за него скидку по бонусной карте, хотя спустя некоторое время на вашу уже платежную карту приходят еще деньги, на этот раз от банка, который заплатил вам за то, что вы сходили в магазин. Не может быть, скажете вы, а я так и делаю, скажут, самые продвинутые могилевщане, на чем изрядно и экономят. Вы что-нибудь слышали о кэшбэке? Восемь банков в Могилеве предоставляют такую услугу. С 2014 года в нашем банке действует бонусная программа. Клиент, держатель определенного вида платежных карточек в рамках данной программы, получает процент от суммы, совершаемой им безналичной операции, на свой счет в качестве вознаграждения, так называемый кэшбэк. Так стимулируются безналичные продажи. Хорошо от этого всем. Магазин получает новых клиентов, увеличивает товарооборот. Банк пользуется вашими деньгами, говорит за это спасибо, а чтобы оно материализовалось, платит вам. В виде кэшбэка, который вы тратите на свое усмотрение. Варианты кэшбэка могут быть разные. Первый – натуральными деньгами, которые вы можете потратить или снять с карты. Второй – в виде бонусных баллов. Снять вы их не сможете, а вот потратить, оплатив даже полную стоимость товаров или услуг, легко. Некоторые наши расчетные карты дают возможность нашим клиентам получать больше кэшбэка в сети магазинов-партнеров, с которыми мы заключили контракты. Так вот, некоторые наши карты дают возможность получать до 10% кэшбэка в сети магазинов-партнеров. Банки так сильно стремятся увеличить количество партнеров, что можете не сомневаться. Поблизости наверняка найдется не один. У нас более 3000 партнеров на территории Республики Беларусь. Достаточно большая партнерская сеть. Нашим клиентам не придется менять своих покупательских предпочтений. Скорее всего, они и ходят в эти же магазины ежедневно. Проведем расчет. К примеру, за месяц мы ходим в продуктовые магазины как минимум пять раз и тратим там суммы в среднем равны 30 новым рублям. На бытовую химию и косметику уходит еще рублей 20 и один поход в торговый центр. На развлечения по выходным, а это четыре раза, мы отдаем 100 рублей. Плюс 50 уходит на бензин для поездок на авто. Итого в нашем варианте расход составил 320 рублей. При этом мы внимательно следили за предложениями торговых объектов и пользовались их скидочными картами, а также совместными с банками предложениями. Наш магазин сотрудничает с двумя банками и предлагает покупателям программу рассрочки и накопления бонусов. К магазинным бонусам и скидкам чуть позже добавятся и банковские. Операция должна быть совершена в организациях торговли и сервиса как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами, а также в сети интернет. Бонус начисляется ежемесячно и не облагается налогом. Таким образом, оплачивая товары и услуги банковской карты на ваш счет в виде кэшбэка, может вернуться десятая часть той суммы, которую вы потратили за месяц. Если вы тоже хотите стать богаче, получайте скидочные карты в торговых сетях, узнавайте лучшие банковские продукты и вперед за покупками. Становитесь богаче, приумножайте свой капитал. Всем здравствуйте, я Илья Соболев, и это рубрика «Такая работа». Их профессия считается одной из самых опасных, ведь они всегда на высоте. Сегодня мы расскажем и покажем вам, как работают специалисты по укладке крыш – кровельщики. Евгений Бураков свой профессиональный выбор сделал больше десяти лет назад. Могилевчанин признается, солидная зарплата была ключевым фактором. Высоты наш герой не боится, а физический труд бывшему боксеру – в радость. До этой организации тоже работал по кровле, поэтому мне учиться не приходилось. До этого уже научились, образно говоря, научился. Ну, здесь уже прошел курсы, как положено. Ну, вот и все, отработаю дальше. Задача Евгения – уложить кровлю так, чтобы она служила людям как можно дольше. Все начинается с заготовительных работ – от составления чертежа до проверки материала. Если на этом этапе проблем нет, начинается укладка. Убирается черная полоса, потому что это лицевая сторона, визуально ровненько все обрезается. Трудиться приходится круглый год. Основная нагрузка выпадает на лето. По времени – это как, во-первых, даст погода. И тогда там по материалу, по доставке материала, погодные условия, ну и весь процесс там, как там что будет. А здесь все по ходу действует. Где-то, допустим, может быть демонтаж быть, очень сложно, где-то легко снимается старое основание. Этот объект мы будем выполнять в течение двух месяцев. Месяц мы уже работы производили. Осталось буквально чуть меньше месяца нам до завершения. В принципе, мы завершим срок, выполним эти все работы. Работы здесь производим по замене кровельного покрытия, а также по утеплению торцов, фасадов и ремонту стыков панельного дома. Во время работы бывают и нестандартные ситуации. В таких случаях главное – хладнокровность. Ну, такое самое экстремальное. Ну, это, не знаю, может, лет восемь назад подогревали в зимнее время мастику, обогревали. Ну, там стояли люди, необученные, встали на этот участок. Ну, и загорелась мастика. Потушили, там у нас был демонтаж кровли, как бы было чем потушить сразу по месту. Был огнетушитель, плюс огнетушителем тушили, плюс те, что там у нас был съем, был старый керамзит на основании. Вот этим засыпали. Новые материалы и технологии у кровельщиков появляются ежегодно. И чтобы оставаться востребованными, специалисты-высотники стараются регулярно повышать свои навыки. Для начальной же подготовки достаточно пройти курсы. Они есть при многих жилищно-коммунальных и строительных организациях. Ну, здесь главное по работе – это ответственность. Самое основное. Получается, работаю, тут такого нового ничего не придумаешь. Корректив здесь тоже, что он не постоянный, он меняется. Бывает хороший коллектив, бывает, с кем-то не срабатываешь. Так бывает. Опытный кровельщик может получать до тысячи динаминированных рублей. При всей сложности такая работа полна романтики. С крыш-высоток Могилев предстает во всей красе. Не желаете ли присесть? Такой вот стульчик перед Могилевским областным краеведческим музеем как бы намекает. Внутри будет интересно. И действительно, на интерактивной выставке «Экспериментус» стреляют пушки и сверкают молнии. Мост до Винчи, который он построил за одну ночь, без единого гвоздя, очень прочный. Сейчас мы его чуть-чуть поправим. По нему можно ходить. И он без гвоздей и очень прочная конструкция. «Дрогать можно», утверждает слоган. Мы решили проверить его на себе. Этот эксперимент ставили вместе с 16 лошадьми. Откачивали сначала воздух оттуда, а потом 16 лошадей пытались растянуть эти полушарии. Ничего не выходило. Таким образом демонстрировалась сила вакуума. А у меня получилось. Шутка. Еще один эксперимент выставки называется «Замыкая цепь». Нужно провести вот эту деталь так, чтобы не замкнуть цепь, иначе будет аларм. Ну вот, я пытаюсь. Все, меня поймали. Не мы одни вжились в роль экспериментаторов. Наш друг Денис досконально изучил динамику экспонатов. И что здесь нужно сделать? Я еще не знаю. Ну, давай вместе узнавать. Поворачивай. И что получилось? Шайки передвинулись на другую сторону. Логично. Чудо инженерии чаша Пифагора насчитывает не одну тысячу лет. Если до определенного водичку наливаешь, то есть можно пить, да? А если чуть-чуть больше наливаешь, то она вся выливается. Воздушная пушка просто хит у малышей. Дети буквально кожей ощущают науку. Дети от этого экспоната в восторге, потому что они не могут представить то, что воздух является чем-то физическим. Им кажется, что это не физическое, это ничего. Можно проверить. Если вы поднесете сюда руку, к примеру, или мы ставим обычный ребенок и стреляем, и чувствуется, что воздух бьет по ладони. А сам механизм очень прост? Сам механизм очень прост. Конструкция Николы Тесла позволяет получить беспроводное электричество. И можно, например, им включить лампочку. На расстоянии? Ну да. А вы ладони подносили, не больно это? Ну, аккуратненько поднесите. Чуть-чуть покалывает, но так. Почему покалывает? Я не вижу. Покалывает тесла? Ну, все-таки это то. Кстати, здесь можно не только потрогать голубое электричество Теслы, но и узнать много нового о великих изобретателях. Вы знаете, вот то, что вот эти сотовые телефоны, это же Тесла сто лет назад рассказывал, что так будет. Он даже еще вперед чуть-чуть написал, там очень интересно. И что там переделать? Он написал, что будет в Германии Ангела Меркель, условно, что будет женщины, постепенно женщина будет выходить на более высокую роль, потому что женщина более спокойна, более, ну, мирное создание, да, и как бы, вот он говорил, что будет женщина скоро править мир. Ну, видите, так оно примерно и происходит. Править это хорошо, вот правда трон предлагают не очень удобный. На собственном примере можете убедиться в том, что все будет хорошо, если только присядете. Опытным путем это называется. Хорошо, я вам верю. Доверяйно, проверяй. Да. Аккуратненько, равноверно. Попа. Ес. Развлечься и узнать массу интересных вещей в Могилевском Краевическом можно на протяжении всего лета. Центральная городская библиотека Могилева на один вечер превратилась в концертный зал или, как принято сейчас говорить, арт-пространство. В Могилево в рамках проекта «Квартирник» у Карла Маркса приехала нижегородская группа «Полтора землекопа». Немного грусти, аллюзии на российскую поэтессу Веру Полоскову. Женские стихи из Нижнего Новгорода, сдобренные живым звуком, это и есть дуэт с мультяшным названием «Полтора землекопа». Марина и Ирина в некотором смысле музыкальные авантюристки проехали тысячу километров ради «Квартирника» у Карла Маркса. Большой музыкант, а каждый себя считает большим музыкантом, не хочет больших сцен и больших городов? Ну, конечно же, хочется. Но чтобы туда попасть, нужно дорасти. Поэтому мы растем, мы совершенствуемся. И все, кто достиг каких-то какой-то красоты в музыке, он прошел весь этот путь. Мы тоже на нем. Такие неформатные вещи для вполне себе форматных и классических мест, они могут оживить вот это пространство? Конечно. Потому что мы же говорим даже тихо по привычке. То есть, когда концерт, я думаю, что здесь будет другая совершенно атмосфера, оживить, безусловно, могут, как раз таки за счет того, что атмосфера, смена контекста атмосферы, просто все меняется. Идея оживить и трансформировать пространство книжной тишины пришла к библиотекарям год назад. Устав от пыльных фолиантов и тишина должна быть в библиотеке, они решили создать альтернативную площадку для артистов и музыкантов. Первые же квартирники стали резонансными. Маркс, как пиар-менеджер, сработал хорошо. И уже сами музыканты из Беларуси, России и Украины пишут в Могилев и бронируют даты своих выступлений. Библиотека в первую очередь это культурное пространство, в котором чем больше каких-то интересных событий происходит, тем оно больше развивается, больше выходит за рамки вот этой тишины, этих границ. И позвать именно группы, причем именно рок-группу, в библиотеку, это было желание привлечь в библиотеку неких альтернативных людей, которые вот этим движением таким могут передать больше жизни этому пространству. И, оказавшись в библиотеке, не спросить о любимом чтиве, тем более людей творческих, было бы непростительно. Берем на заметку. «Бегущий в лабиринте». Кто автор? Кто-то из западных. Не знаю. Джеймс Дашнер, по-моему. Из последнего прочтенного «Очень запала в душу «Бегущая с волками». По моему мнению, недостаточно книг по психологию. А мне бы хотелось больше, чтобы было. Поэтому люди читайте психологию. Думаю, что же такого хорошего с прозовым сказать? Липскерва Дмитрия люблю. Липскерва. Классику, конечно, люблю. Классику все любят. Квартирник у Карла Маркса ждет в гости и готов к сотрудничеству. Ведь городское пространство создают горожане. Так что самое время подключаться. А теперь о культурных событиях, что пройдут в Могилеве в ближайшие дни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова